Всем привет! Меня зовут Елена Белова и вы на моем творческом канале. Посмотрите, какого красавчика я вам сегодня привела! Самый лучший, самый необычный, самый добродушный, единственный крокодил в моей вязаной коллекции. Сейчас я вам его поближе покажу. Со всех сторон мы рассмотрим его. Интересная игрушка, очень яркая, летняя, зеленая. Здесь сошлось все и мой любимый цвет, вернее один из самых любимых, это зеленый. Вы знаете, что я очень люблю лето. Зеленый цвет у меня всегда ассоциируется именно с теплым зеленым летом. И еще я люблю камыши. Из цветов я люблю ромашки, тоже очень летние цветы. И почему-то у меня какая-то непонятная любовь к камышам. Поэтому, когда я увидела этого крокодильчика, поняла, что не связать его это настоящее преступление. Я связала этого крокодильчика по чужому мастер-классу, но про мастер-класс я расскажу чуть-чуть попозже. Немножко наберитесь терпения и пока не торопитесь про него спрашивать. Я все вам постепенно расскажу. Ну а пока давайте знакомиться с этим крокодильчиком. Игрушка довольно большая. Давайте ее измерим. Так, ну смотрим. Если измерять по голове без симпатичной птички, где-то 24 сантиметра. Если измерять вместе с птичкой, получается, наверное, 27-28 сантиметров. Да, игрушка не маленькая, но очень интересная. Я пока не придумала своего крокодильчика, поэтому воспользовалась чужим мастер-классом. Но такая игрушка, я не знаю, кто может устоять из вязальщиц и не связать такого красавчика. Связала я его не вчера и даже не в этом году, несколько лет назад. Поэтому не торопитесь хвалить меня за работоспособность. Не, девочки, я не вяжу круглыми сутками, как бы мне этого не хотелось. Но на вязание у меня не очень много времени. У кого есть свой канал, кто снимает видео или, например, видео мастер-классы, прекрасно понимает, что на это уходит очень много времени. А раньше, когда у меня не было канала, я просто вязала. Я вязала, делала мастер-классы в формате PDF. Это гораздо проще, чем снимать видео мастер-классы. А иногда, когда хотелось не просто повязать, не выдумывая каких-то схем, разрабатывая новую игрушку, оформление. Я находила красивую игрушку в интернете и спокойно вязала по этому мастер-классу, наслаждаясь процессом вязания. Точно так же произошло и вот с этим крокодильчиком. Помню, что я вязала его летом, наверное, перед отпуском. Увидела этого зеленого красавчика и не смогла устоять. Довольно крупный малыш. С трудом даже помещается в кадре, но я постараюсь как-нибудь изловчиться. Давайте рассмотрим его мордашку. Зубки тоже есть. Все-таки это крокодил, хищник, но очень добродушный хищник. Зубки с одной стороны, с другой. Интересный такой ротик. Ноздри, глазки. Как это я еще сюда ресницы не прилепила? Стеклянные глазки с Алиэкспресс, просто приклеила их. На голове этого хищника, ну очень доброго хищника, сидит вот такая смешная птичка. Розовенькая. Это говорит о том, что все-таки это добрый крокодильчик. Возможно, не плотоядный, раз птичка сидит у него на голове и не боится. Да, на голове есть пятнышки, вот он такой пятнистенький. Интересный животик, переходящий в хвостик. Хвостик, как у настоящего крокодильчика или дракончика. Нижние лапки, вот такой он, пухленький снизу, а передние лапки маленькие. Вот такие. Здесь нет проволоки, по-моему, нет. Да, в хвостике тоже нет проволоки. Проволока есть только в камышах. Да, мой крокодильчик спрятался в камышах. Правда, камыши в этом случае пришиты к самому крокодильчику. Обожаю камыши. Не знаю, почему, но мне они очень нравятся. Для камышей я выбрала такую темно-коричневую пряжу и в камере передается такой практически черный цвет. Но нет, это темно-коричневый. Листья камышей тоже зеленые, только других оттенков. Божья коровка. Люблю добавлять такие элементы своим вязаным игрушкам. Наверное, этого не было в описании. Это уже моя прихоть. Не очень удобно мне его показывать. Малыш не маленький и, знаете, такой довольно увесистый. Давайте лучше его посмотрим на фотографиях. Как раз совсем недавно я наконец-то сделала фотографии. Да, вот так связала игрушку давно, несколько лет назад. Почему я сделала только сейчас фотографии и только сейчас я показываю вам вот этого красивого крокодильчика, я расскажу чуть-чуть попозже. Это не очень хорошая история. Но я думаю, что многим ее будет полезно послушать. Но сначала давайте посмотрим фотографии. Крокодильчик не только красивый и интересный такой, но и фотогеничный. Да, бывает так, что игрушка симпатичная, милая, но на фотографиях не получается. Конечно же, многое зависит и от фотографа. Да, не стоит грешить только на игрушку. Но бывает очень сложно сфотографировать игрушечку так, чтобы показать все ее нюансы, всю ее милоту, красоту. Но с этим крокодильчиком все в порядке. Совсем вам не сказала, из какой пряжи вязала. Это пряжа Lotus от Camtex. Вот такой зеленый цвет. Это 100% акрил 300 метров в 100 грамм. Номер цвета не скажу, потому что моточек у меня из старых запасов. И на этикетке почему-то раньше никакого номера цвета не указывали. Сейчас в новых партиях уже приклеивают этикеточку с номером цвета. Мне очень нравится вот такой зеленый цвет. Цвет листвы. Наверное, такой весенней листвы. Или зеленого яблока. Такого зеленого-зеленого. Для этого крокодильчика решила выбрать именно этот оттенок. У меня были и другие зеленые цвета. Но этот наиболее к нему подходит. Как мне кажется. И больше всего у меня ушло именно этого цвета. Это основной цвет. И, боюсь соврать, но, наверное, моточка 2. Возможно, что-то осталось. Точно сказать не могу расход. Потому что вязала, как вы понимаете, давно. У себя нигде не пометила, не записала, не измерила. И, честно сказать, не думала, что эта информация кому-нибудь будет нужна. Ну, потому что игрушку я вязала для себя. Не на продажу. И даже ее никому не показывала. Вот так. Возможно, 100 грамм такого моточка не хватит. Для пузика использовала вот такой светло-желтый цвет. Тоже лотос от Comtex. Я вам рассказывала в одном из своих видео. И, в принципе, часто это повторяю, что вот эту пряжу, лотос от Comtex и пряжу пихорка акрил. Тоже 100% акрил с таким же метражом 300 метров 100 грамм. Иногда использую при вязании одной игрушки. Пряжа очень похожа между собой и по составу, и по толщине, и по цветовой гамме. Не взяла с собой моточек пихорки, но в своих видео я вам уже неоднократно показывала эту пряжу. И если вы наберете в Яндексе, пихорка, по-моему, сейчас называется серия классическая. Раньше никакой серии не было. Было просто написано пихорка. Крупными буквами акрил 100%, 300 метров 100 грамм. Именно так я и находила эту пряжу в интернете. В магазинах своего города не всегда могу найти. Видимо, она не очень пользуется спросом. Наверное, многие предпочитают натуральные составы. Сейчас я вяжу игрушки и полухлопком. Пробовала вязать хлопком. И, честно скажу, что все-таки акрил, знаете, он помогает. Помогает в чем? В том, что когда вяжешь столбики внутри полотна, вот этот пушок, который есть на акриловой ниточке, он немножко забивается в дырочки. И этих дырочек практически не видно. А когда вяжешь, конечно, хлопком и даже полухлопком, здесь нужно внимательно следить за натяжением нити. Иначе при набивке полотно растянется и все дырочки вылезут наружу. В этом смысле акрил мне больше нравится. Но, конечно же, вязать полухлопком, например, ярнард джинсом, гораздо приятнее вязать, чем вот таким чистым акрилом. Да, он немножко скрипит в руках. Вот так. Но знаете, когда я раньше вязала игрушки, я вязала игрушки, я только из этой пряжи. Не особо не с чем было сравнить, поэтому как-то вот этот скрип меня не напрягал. А сейчас, когда я уже вяжу и полухлопком, знаете, акрилом мне не очень хочется вязать. Но у меня еще достаточно много запасов этой пряжи, поэтому придется потихоньку ее извязывать. Что-то я очень долго остановилась на этой пряже. Надеюсь, вы не заскучали, не разбежались от меня. Так, а вязала я крючком номер 125. Да, вот таким крючком. Но для моей плотности вязания это самое то. Игрушку я набиваю достаточно плотно, так, чтобы она хорошо держала форму. При этом игрушка превращается не в мягкую игрушку, а, знаете, такую прям аж каменистую. Но зато красиво выглядит. Свои игрушки я вяжу не как игровые, а интерьерные. Можно крокодильчика связать и серой ниточкой. Нет, но зеленой определенно лучше. Как раз у меня были такие подходящие глазки. Ну да, глаза больше человеческие, чем крокодильи. Но здорово они здесь подходят. Поэтому почему бы такие глазки ему и не приклеить? Нет, ну как же я забыла про ресницы. Как же я их сюда не прилепила. Но даже без ресниц вы видите, что крокодильчик очень хорошенький, очень миленький. Одна из любимых игрушек в моей коллекции. Но честно скажу, я про все свои игрушки говорю, что они самые любимые. Посадила крокодильчика немножко в сторонку. Ну, получилось так, что птичка от нас отвернулась. Но она с нами все слышит. Теперь хочу вам рассказать про мастер-класс. Уверена, что вы все равно будете про него спрашивать. Я вам уже сказала, что вязала по чужому мастер-классу. Вот так крокодильчик выглядит у автора. Посмотрите, мне кажется, у меня получилось неплохо. Здесь используются немножко другие цвета. Немножко посветлее. Или мой принтер так распечатал. Но не важно. Да, я смотрю и птичку я посадила по-другому. Здесь у крокодильчика прямо на глазах. Моя же птичка решила сесть так скромненько, сбоку головы. Покажу вам поближе сайт. Вот название сайта. Но ссылочку на этот сайт я оставлю также в описании под своим видео. Можете зайти, посмотреть, какие там есть еще игрушечки. И при желании приобрести мастер-класс. Насколько я помню, мастер-классы на этом сайте на разных языках. Но, к сожалению, нет русского. Крокодильчика я связала несколько лет назад. А вот мастер-класс приобрела совсем недавно. Как так получилось? Но я думаю, что вы догадались. Да, этот мастер-класс я нашла в интернете в открытом доступе. Когда увидела, быстренько себе сохранила. Конечно же, мой хомяк не позволил мне пройти мимо, пропустить это. Сохранила, потом связала. И когда я уже хотела похвастаться своей работой. Показать этого крокодильчика на своей страничке, рукодельных сайтах. Где я часто выставляла свои работы и проводила совместное вязание. Но по своим, конечно, игрушкам. Совесть показать этого крокодила мне не дала. Все дело в том, что это платный мастер-класс. И выходит, что я его получила незаконно. Я же его не купила, не заплатила за него. И тогда я приняла решение. Не буду никому крокодила своего показывать. Все равно я вязала его для себя. Пусть только меня он и радует. Но все тайное рано или поздно становится явным. Да, такие банальные слова. Но это правда. Многие меня просят снять видео и показать всю свою коллекцию вязаных игрушек. И что мне делать? Спрятать все игрушки, которые я вязала по чужим мастер-классам и за которые не заплатила? Конечно, можно было это сделать. Но я все-таки приняла другое решение. И, как я считаю, правильное. Нашла я этот сайт и купила мастер-класс. Заплатила за него. Скачала его себе. Выбрала английский язык. Ну, английский для меня... Не скажу, что я его хорошо знаю. Так, на уровне школьной программы. Но при необходимости можно воспользоваться онлайн-переводчиками и перевести. Кто-то посчитает в порядке вещей пользоваться мастер-классами, которые слили в открытый доступ. Но при этом это платные мастер-классы. Связать. Потом еще делиться этим мастер-классом. Рассказывая всем, где он находится. Но так как я сама создаю мастер-классы, прекрасно понимаю, сколько труда вложено в эту игрушку. Сколько времени и сколько работы. И вот так просто брать и не отблагодарив при этом автора. Это, мягко сказать, некрасиво. Поэтому я постепенно буду оплачивать все мастер-классы, которые нашла в интернете. Но при этом это платные мастер-классы. И буду показывать вам игрушки, которые у меня получились. Разумеется, ссылку я оставлю только на магазин автора этого крокодильчика. Там, где я нашла этот мастер-класс, уже не помню. Но даже если бы и помнила, все равно бы не рассказала. Совсем другое дело, если сам автор у себя на страничке публикует мастер-класс, то да, пожалуйста, вяжите, делитесь ссылками, рассказывайте рукодельным подружкам и вяжите эти игрушки. Но в данном случае ситуация совсем другая. Игрушка не для новичков. Вяжется несложно, но для новичка, мне кажется, будет сложновато. И с учетом того, что описание не на русском языке, на английском. По-моему, там еще есть немецкий, возможно, французский или испанский. Сейчас не помню. У меня описание на английском языке. Как же я вязала? Во-первых, есть, конечно же, обозначения. Вот покажу вам поближе. В интернете я нашла перевод этих обозначений, подписала себе. Описание рядов составлено примерно в таком же формате, как делаю и я. Вяжется все по кругу. Описание сопровождается фотографиями. Текст, который был под фотографиями, я не переводила. Просто ориентировалась по фото и вязала. Показывается и момент сборки. Единственное, что там не показано, как пришиваются вот эти камыши. В каких местах. Поэтому я пришила, как пришила. А во всем остальном мне было вполне понятно. Мне очень нравится работа этого автора. К сожалению, я не знаю, как зовут правильно. Автора или там несколько авторов на этом сайте. Есть страничка в Instagram. Я также вам оставлю ссылочку. Но мне кажется, она не часто обновляется. И служит, наверное, больше для рекламы. Реклама мастер-классов этих игрушек. Однажды я написала. Хотела спросить как раз про этого крокодильчика. Но мне так никто не ответил. Я перешла по ссылке в шапке профиля. Там есть ссылочка на их магазин. Написала даже там в магазине. Потому что я не сразу разобралась, как там оформлять покупку. Обязательно нужно зарегистрироваться. Как и на многих сайтах, потом подтвердить эту регистрацию. То есть на почту приходит письмо. Ссылкой нужно перейти по этой ссылке, чтобы профиль был активирован. И уже потом выбираете понравившийся мастер-класс. Кидаете в корзину. Сразу же оплачиваете. Насколько я помню, там есть несколько способов оплаты. Карта, PayPal, еще какие-то платежные системы. Я оплачивала через PayPal. И после того, как пройдет оплата, можно сразу скачать мастер-класс. Выбрать язык. Но, как я вам говорила, русского языка там нет. Поэтому я выбрала английскую версию. Если вы плохо знаете язык или вообще не знаете, то можно использовать Google Переводчик, например. Но мне моих школьных знаний и вот таких переводов обозначений, которые я нашла в интернете, вполне хватило, чтобы связать этого крокодильчика. Здесь нет каких-то сложных утяжек. Обычные столбики. Столбики без накида. Соединительные столбики. По-моему, даже нет столбиков с накидом. Но утверждать не буду. Насколько я помню, вязала я его несколько дней. Дня 3-4. Может быть, чуть-чуть больше. Но вязала только этого крокодильчика. Раньше я вязала только по одной игрушке. Вот от начала до конца. И только потом уже приступала к следующей. Поэтому все время мое было посвящено этому крокодильчику. Но, конечно же, я вязала не с утра до ночи. В свободное время, вечерами, где-то днем. Как получалось. Наконец-то, со спокойной совестью, я показала вам своего крокодильчика. И рассказала, где можно приобрести этот мастер-класс. Хочу вас сразу предупредить, чтобы вы не оставляли ссылки в комментариях. Знаю, что многие будут спрашивать, где найти этот мастер-класс бесплатно. Никаких других ссылок на этот мастер-класс не оставляйте. Если вы уважаете себя, уважаете чужой труд, то вы все-таки перейдете на страницу автора и приобретете мастер-класс там. Мастер-класс по такому крокодилу на своем канале, разумеется, я снимать не буду. Потому что это не мой мастер-класс. Делиться описанием я тоже не могу. И также не ждите от меня какой-то помощи в процессе вязания. Если вы решите приобрести мастер-класс, то вам придется самостоятельно в нем разбираться. Потому что мне иногда пишут, спрашивают, как вяжется та или иная игрушка, которую я уже у себя показывала на канале. Но я всегда говорю, кто автор. Оставляю все ссылки. Если вы приобретаете мастер-класс у автора, то, разумеется, все вопросы задаете именно автору. Здесь же, мне кажется, вряд ли будет обратная связь. Потому что на мои сообщения мне так никто и не ответил. Я думаю, что на сайте там все у них автоматизировано. То есть, вы сами оплачиваете, мастер-класс скачиваете и все. Нет специального человека, который будет вам отвечать на вопросы. Поэтому учитывайте это, когда решите приобрести мастер-класс. Познакомила вас со своим крокодильчиком. Имени я так ему и не придумала. Просто крокодильчик. Но так как эта игрушка не моя, в том плане, что не я его придумала, поэтому не стала и придумывать имени. Пусть будет просто крокодильчик. Не знаю, когда у меня появится мой собственный, придуманный, разработанный мастер-класс по своему крокодильчику. Нет пока у меня в голове какого-то образа и даже намека на этот образ нет. Поэтому в моей вязаной коллекции только один крокодильчик. Зато какой! Большое спасибо вам за внимание и надеюсь на понимание. А на сегодня у меня все. Но увидимся с вами совсем скоро. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин